В 90-е годы центрами профессионального бокса в Южной Калифорнии являлись такие крупные города, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего. В этот же период о себе заявила небольшая группа боксеров, родом из Окснарда, штат Калифорния, одним из которых являлся Фернандо Варгас. Варгас выделялся сообществе боксеров Окснарда. Он быстро прогрессировал в своей категории и непопулярной среди мексиканских американцев и стал олимпийцем, а затем чемпионом мира в первом среднем весе в качестве профессионала. Он родился 7 декабря 1977 года в штате Калифорния. Фернандо рос в бандитских районах Окснарда. Он не знал своего отца. Варгас имеет мексиканские корни и гордится своим происхождением. Его мама работала по 14 часов в сутки. Мальчик был предоставлен сам себе. В 10-летнем возрасте он сбил 15-летнего парня. Варгас стал постоянным гостем местного отделения полиции. Мама Глория всерьез переживала за будущее сына. Она отвела его в местный боксерский зал, где юный преступник мог дать выход своей энергии. «Бокс оградил меня от улиц. Я дрался с 8 лет. Однажды наспоро нокаутировал бойцовского пса». Юноша оказался талантлив в изучении кулачного искусства. В 92-м году прошли первые успехи. Варгас стал вторым на национальном чемпионате и победил на юношеских олимпийских играх в легком весе. В 93-м году о юном даровании заговорила американская боксерская общественность. Фернандо стал самым молодым победителем национального чемпионата в истории проведения турниров. В следующем году Варгас дошел до четверть финала молодежного чемпионата мира, а в 95-м стал бронзовым призером панамериканских игр в полусреднем весе и вошел в состав взрослой национальной сборной США. В 95-м году на отборочном турнире к чемпионату мира Варгас уступил великому кубинцу Эктору Вененту, будущему двукратному победителю олимпийских игр. Юный боксер дважды отправлял именитого соперника в нокдаун. Фернандо без проблем прошел отбор на олимпийские игры в Атланте, досрочно одолев всех соперников по квалификации. На турнире во втором круге он спорно уступил румыну, Мариану Симеону. На паноамериканских играх в чемпионате мира и олимпиаде я боксировал одной рукой. Я сломал свою правую после вечеринки, когда возвращался домой. Местные парни не узнали меня в капюшоне, они были наказаны. Я же сам себя наказал. Я не мог жать правый кулак. Будь у меня две руки, я победил бы на всех турнирах. После олимпиады молодому панчеру поступило предложение от промоутерской компании Main Event. Дебют на профессиональном ринге пришлось перенести на начало 97-го года из-за операции на гастрадальной правой руке. Дебют прошел более чем успешно. Оппонент улетел в нокаут в первом раунде. Через месяц он провел пединок против Клауда Стеттона. Избывая весь первый раунд оппонента, в начале второго менее чем за минуту, Варгас отправляет его в нокдаун. Поднявшись через пару секунд, пропустив по всем фронтам, Стеттон улетает в нокаут. В июне 97-го года в конце второго раунда простейшие двоечки отправляют на настил Билли Бурдена. В июне отправляют в нокаут в первом раунде очередную жертву и набивают себе рекорд до 5-0. Все победы одержаны нокаутом. Кевин Пейн стал шестой жертвой. Пропустив слева и задумавшись о сущности бытия, он пропустил мощнейшей правой и улетел в нокаут. В октябрь произошло немыслимое. Оппонент Фернандо смог дожить до шестого раунда. Алекс Кирорго пытался как мог противостоять Варгасу, но на последних секундах шестого раунда рефери остановил это избиение. До декабря 98-го года 14 оппонентов Фернандо Варгаса были отправлены на нокаут, за что в конечном итоге он получил прозвище «Сверепый». Он занял первую строчку рейтинга IBF в первом среднем весе. Чемпионом по этой версии был грозный мексиканский панчер, Луис Рамон Йори Бой Кампас. Молодой бейс продемонстрировал великолепный качественный бокс высочайшего уровня. Кампас так и не смог навязать претенденту свой темп боя. После седьмого раунда угол чемпиона сигнализировал о остановке. Лицо мексиканского воина было разбито. Варгас, которому за пять дней до поединка исполнился 21 год, стал самым молодым чемпионом мира в истории первого среднего веса. Это было мое лучшее выступление. Кампас жесткий парень. Я провел умный бой. Мне заплатили 700 тысяч долларов. Я купил жене спортивный автомобиль. Это была ее мечта. А моя мечта висела у меня на талии. Пояс чемпиона мира. 99-й год стал тримуфальным. Варгас защитил титул IBF. От его страшных ударов пал бывший чемпион Ровлю Маркес и крепкий Говард Кларк. Тяжелой выдалась третья защита пояса против техничного левши, будущего абсолютного чемпиона мира Рональда Винкерайта. Фернандо одержал победу решением большинства. Поединок вызвал большой резонанс в боксерской общественности. Не все были согласны с вердиктом судей. За кадром событий внутри ринга осталась бурная ночная жизнь молодого чемпиона. Слава и деньги разом свалились на голову 21-летнего парня. С деньгами две беды. Первая их сложно заработать, вторая их сложно грамотно потратить. Буйный темперамент уличного парня не давал покоя чемпиону. Половину гонорара он оставлял жене и маленьким детям, а вторую спускал в ночных клубах Калифорнии. Я ждал, когда жена уложит детей спать. Когда она засыпала, я вылазил через окно, где меня ждало такси. Я ехал развлекаться, я был подонком. Меня не интересовали женщины легкого поведения, но я пристрастился к легким наркотикам. Варгас был несколько раз задержан за драку и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Начинать жизнь не помешала Варгасу стать лучшим боксером 99-го года, по нескольким престижным версиям. Фернандо Варгас продолжал побеждать несмотря на проблемы с законом и лишним весом между боями. В 2000 году он ждал серьезные испытания в лице бывшего чемпиона мира, грозного боксера из Ганны, Айка Кварте. Годом ранее Кварте проиграл Оскару Делла Хой раздельным решением судей. Накануне боя Фернандо провел сутки в полицейском участке. Он едва успел приехать на процедуру взвешивания. Чемпион в блестящем стиле одолел Айка, в очередной раз продемонстрировав свой высочайший уровень бокса. Перед боем с Айком Квартеем только и дело, что запомнил проклятые бумаги в отделении полиции. Как я готовился к бою, я был в зале 5 или 6 раз максимум. Это был мой тренировочный лагерь. За следующий поединок против Роса Томпсона свирепый заработал 1 миллион 350 тысяч долларов. Компания Мэйн Ивент вела переговоры об организации супербоя. Чемпион против чемпиона. Фернандо Варгас против Феликса Тринедада. Поединок вызывал невероятный интерес публики. Оба бойца не потерпели ни одного поражения и практически все свои бои заканчивали нокаутом. Промоутеры Дон Кинг и Дэн Дува быстро улазили все околобоксерские моменты. Бойцы гарантированно получали по 2 миллиона долларов. 2 декабря 2000 года два панчера скрестили перчатки в квадрате ринга. Это был великий бой. Варгас дважды оказался в нокдауне уже в первом раунде от левого хука Тринедада. Фернандо перетерпел начальный штурм и сам отправил соперника на носил в четвертом отрезке. Феликс, спасаясь клинча, сознательно ударил соперника в пах, тем самым получив несколько спасительных секунд, чтобы прийти в себя. Эта заминка дорогого стоила Фернандо. Бойцы показали высочайший уровень. В 12 раунде левый хук Титта вновь достиг подбородка соперника. Варгас еще дважды оказался на полу. Рефери остановил бой. Фернандо был доставлен в больницу. Впервые в карьере он оказался в нокауте и потерял свой титул. Никто не видел мои слезы. Я плакал в больнице, где не было журналистов. Варгас вернулся на риг в мае 2001-го. Вильфредо Риверас мог отправить бывшего чемпиона в нокдаун в втором раунде, но капитулировал в шестом. Тринедат оставил титул вакантными и поднялся средний вес. Вакантный пояс WBA разыграли Варгас и мексиканец Хосе Флорес. Фернандо нокаутировал свою визуи в седьмом раунде и второй раз стал чемпионом мира. Начался долгий переговорочный процесс об организации объединительного боя против чемпиона по версии WBC, Оскара Далахоэ. Варгас выражал откровенную неприязнь к будущему сопернику, называя его «цыпленком», обещая прикончить первой половине боя. В сентябре 2002 года Варгас потряс Оскара в первом раунде, однако развить успех не успел. Далахоэ приспособился к действиям соперника и нокаутировал Фернандо в одиннадцатом раунде, и вновь роковым для Сирепова стал левый хук. Это поражение психологически подломало грозного бойца. Специалисты бокса отмечали, что Фернандо больше никогда не будет прежним. Ко всем прелестям, Варгас провалил допинг-тест на стероиды. Как итог, штраф в 100 тысяч долларов и отстранение от боев сроком на 9 месяцев. В 2003 году он вернулся с двумя победами, но в бою с Тони Маршалом повредил межподвоночный диск и правую руку. Боксер пропустил весь 2004 год, проходя реабилитацию. В 2005 году Фернандо дважды выходил в ринг, решал сложные победы решением судей. Над Раймондом Джоуэлом и бывшим чемпионом мира испанцем Хавьером Кастельехо. Это был уже совсем не тот свирепый Фернандо Варгас, которым его привыкло видеть американская публика. Их взору предстал расчетливый боксер, который работал вторым номером. В 2006 году Фернандо дважды уступил Шейну Мозли. Первый бой проходил в равной борьбе, но страшная гематома над левым глазом Варгаса вынудила рефери остановить бой. Был назначен реванш, Шейн доминировал. В шестом раунде Мозли отправил соперника на стил великолепно левым хуком. Фернандо поднялся, но Шугар не оставил ему шансов. Технический нокаут. Фернандо несколько раз ложился под нож из-за проблем с многострадальной правой рукой. Он набрал много лишнего веса. Варгас прекратил ночную жизнь и сосредоточился на бизнесе. Основал собственную рекламную компанию Vargas Entertainment Promotions. Начал актерскую деятельность, снимаясь рекламой и кино. И работал персональным тренером по боксу. Он вернулся на ринг в 2007 году ради боя против скандального Рикардо Майорги. Поединок проходил в рамках второго среднего веса, что он две категории выше того дивизиона, где он всегда выступал. Майорга одержал победу решением большинства судей. После этого боя Фернандо официально повесил перчатки на гвоздь и занялся развитием собственных брендов. Мне было 18 лет, когда я попал на Олимпиаду. И 21, когда я стал чемпионом мира. Благодаря боксу меня знает весь мир. Мы обеспеченная семья. Я, моя супруга и дети прошли через множество трудностей. Сейчас мы счастливы. И это самое главное. Несмотря на поражение, Фернандо Варгас остался любимцем фанатов. Из-за его готовности сражаться с лучшими и делать это с мужеством. Поклонникам хардкорного бокса нравится стиль Фернандо. И на протяжении всей карьеры фанаты оставались преданные ему. Он был настоящим воином. А для многих любителей бокса это самое главное. Фернандо Варгас